Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов. Сегодня мы начинаем передачу, посвященную теме «Современное кино. Вред и польза для славянского мира». И автор-сказитель у нас будет, уже известным хорошо, ученый, писатель, правовед Александр Токунов. Здравия тебе, Александр! Здравия, Алексей! Здравия, Орлов. Сегодня я хотел бы поговорить о современном и не только современном российском, ну и во второй половине шапогном кино. Какую пользу и какой вред он нанесет для славянского мира? Какие архетипы закладывали, какие гаюкосказовки для морали, для мировосприятия наших людей? И не только в принципе гасов. Начать я хотел бы с весьма резонансной темы. Это деголго-выросший фильм «Викинг». То есть, я могу сказать от себя, как викинга, я похвалил после. Готово, где я посмотрел, как в киноленках похваление, сказать, я не хотел оскорблять для себя никакого предвзякого мнения. Я решил лично всё увидеть, лично всё проверить. Готово, в кино я подобную вещь и не хотел. Пока больше чувствовал, что с гуслом сделала. Что это нехорошая вещь, скажем так. Да и люди говорили, скажем так, мои близкие, которые увидели, услышали, посмотрели там, что это не фильм, а издевательство. У меня складывается впечатление, что наших предков, славян, их пытаются не только чтобы вмешать в дерьмо, но можно расставить акценты. Предположим, как сцена, когда Владимир носил свою богощую рыбу на глазах у своих родителей, скажем так. Это сильная сцена. Это сцена, которая имела место в реальной, даже в явной жизни. И как бы она вроде как, если мы характеризуем Владимира как Хыдовина, наполовину еврея, по-современному говоря, Хахарина, как некого вырока, неславянина, который не имеет никаких моральных принципов. Эта сцена сильная. Сцена правильная. Она должна быть в фильме. Но потом мы, скажем, как видим, в конце фильма такую же эмоциональность, по силе сцена крещения Руси. И, скажем, крещение славян. И складывается впечатление, что, мол, вот мы, мы, как говорится, вихантийцы, греки, покрестили Русь. И вот мы, как говорится, увидели, мы, ухажрители современные, что на Руси все перескали насилу. Хельщик, брать их силой прекратилось вакханалие насилия и всего подобного. Прекратились темные века. Что я хотел бы сказать от себя на эту тему? Я воспринимаю девятый век, скажем так, по общеприлинику богождества Христова, хотя кто такой Христов, мне лично не понятно, как некий какой даже не бронзовый век Руси, а как глиняный век Руси. В девятом веке все было уже достаточно плохо. Руси уже натерпелись от своих врагов много чего плохого. Раговая культура была в большей части утеряна. И пришлись весьма, весьма нелицеприятные обычаи. Вот я, например, не понимаю, почему в нашей славянской, скажем так, большой общине, хотя она не едина на современном капе, как превосносит Хвикослава, отца Владимира. Ведь Хвикослав, он, мягко говоря, он был человеком распутным, развратным. Он, прошу прощения за грубость, он любил все, что умело хоть как-то двигаться на двух ногах. У него было непохвалительное шехло речи. Ведь если бы не отец Владимира Хвикослав, то не родился бы полукровка, а ключица Малахи, Хвикославки. Этого бы не было, и, скажем так, не было бы ковод, что последовало после смерти Хвикослава именно межковословная борьба между братьями, именно какие его действия Владимира, нелицеприятные, скажем так. Этого бы всего не было, будь бы Хвикослав поросборщили. Но история не знает с возрастом уклонения, и мы имеем то, что имеем. Я считаю, что как бы христианство к решению Руси играло для Руси окрицательную роль по кому-то, по моему, опять-таки, глубокому убеждению к решению Руси похлебывал геноцик. И по некоторым приводимым данным население Киевской Руси сократилось с 10 миллионов до 3 миллионов. То есть те, кто остался Хвик, были вынуждены принять православное христианство как некую свою веру, вынуждены были прегать обряды своих предков или совершить... Вот в исламе есть какое хорошее понятие, как и я. Оно означает сокрытие веры. Как только принять данное сокрытие своей веры в своих сияющих вековых предков и как бы жить, как все. Но, что я бы сказал. У исторических хроников Киевской Руси было сказано в предыдущем эфире в рассуждениях твоих, Алексей, о фильме «Викинг». Я не буду углубляться, я скажу лишь одно. Если мы переводим это все на современный лад, вот представь, вот Киевская Русь, по-современному говоря, Украина. А вот рядом Великая Картария. Ну, плюс-минус будем называть Российская Федерация. И вот, как в наше время предположим, что на Украине сохранилось как власть, который украинский город имеют сейчас и который имеют украинский город во всех смыслах этого слова. И вот археологи через век ищи лекарь копали, ну, камнижаем, лекарь, лекарь, гвардские архивы, газеты из Киева. Какой бы представлялась Российская Федерация к гаске киевлянам? Страшно подумать. Пока, может, идет пропаганда на Украине, идут какие-то непонятные движения. И порой те, кто делает новости, те, кто еще говорит о официальном уровне в Украине, они не оквак. Ну, и мне кажется, в Киевской Руси дела и так же абсолютно. Это мое мнение у Киевской Федерации. Теперь поговорим о других фильмах. Если позволишь, я несколько вставочек оставлю. Во-первых, если мы касаемся летописца Нестора, который писал то, на чем основывается фильм «Викинг», то, во-первых, надо учитывать, что разница между его писанием и тем, что он описывал достаточно большая. То есть, он уже не был очевидцем. Он отталкивался... Он не был очевидцем, более того, он был идеологом, политтехнологом, по-ховременному говоря, который пиарил православную христианскую веру. Он был христианином, он был человеком, входом в церковь, кое-что не было нерависимым лицом. Да-да-да, я сейчас просто хочу продолжить. Понятно, да, это само собой. Он выполнял некий заказ, исходя из своих представлений о том, как это все было. Потому что, понятно, если бы попросили, например, написать китайца, он бы написал о своем. Если бы пригласили из Папуасии товарища какого-то летописца, он бы написал о своем. И, в общем-то, получились бы совершенно разные летописи. Но я хочу продолжить. Если мы отталкиваемся, вернее, не как нам говорят, что фильм «Викинг» снят по летописи Нестора, то в этом случае нам необходимо многие нюансы учитывать. Во-первых, в летописи Нестора не рассказывается о том, что Владимир насиловал Роднегу. Там просто рассказывается, он взял ее. И более там ничего нет. Но нам очень активно пытаются это все дело показать во всех, может быть, не во всех, конечно, это не порнофильм получился. Но каких-то там... Первая сцена, она была еще более-менее корректна, но в Корай сцена, где огнедо наклакается телом Владимира, кого всех порах, во всех ракурах, действительно, она, во-первых, не имела никакого хащения глисюрека фильма, могли бы показать и в ночнушках Владимир в брюках, а она в глисюречкой рубахи после любого хутика, предположим. Вот, им приезжает самый топор. Ну, понятно, мы сейчас не рассматриваем эстетическую часть. Да, Алексей, это на самом деле важно. Никогда, это я говорю как правовед, как специалист права, как действующий юрист, хотя я не люблю это слово, которое ощущал хенщик в том числе и после насилия над ними и физического полового насилия, я говорю, ни одна хенщика никогда в жизни не будет наслаждаться телом своего насильника. Никогда. Никогда она не будет его любить и при первой возможности на этому насильнику кое-что, чем он ее насиловал, постарается окресать. Прикол с корнем. Ну да. И таким образом мы видим, что Рогнега представлен не совсем нормальной девушкой, не совсем нормальной женщиной. И мол, какой вот психотипчик был любитель своих насильников, любитель своих мучителей. Это ведь церковно-христианская горма, что в хаганиях в этом мире, вы обмакивает за себе мир лучей и все прочее. Вот к чему еще можно повести. Да, понятно, но я все-таки закончу. Это все ясно. Значит, вот там даже в летописях, если смотреть, то не все так однозначно с точки зрения, а является ли Святослав папой Ярополка, Олега и Владимира. Потому что известно, что на Руси действовал определенный ценз, когда мужчина мог стать совершеннолетним не с точки зрения общинного проживания, а совершеннолетним для того, чтобы заводить свою семью, создавать семейный союз. Так вот, если мы внимательно изучим даты, мы увидим, что разница по одним источникам между Малушей и Святославом составляет 32 года, по другим где-то там в районе 27 лет. Так вот, если следовать всем этим писаниям и внимательно изучать, то Ярополка зачал Святослав получается в 13 лет, Олега зачал чуть позже 13 лет, а Владимир в 16 лет, то есть получается разница, ну, около 47 лет было в этот момент Малуши, а здесь молодой юнец, которому 16 лет. вот мне интересно. Юнец бы не стал лестникой бабку, бабка хрящая грелая и хрящая леди в юнецах карая. Вот, поэтому столько здесь нестыковок, и вот когда я поднимал там еще дальше копался, я увидел очень интересную такую ну, как бы ссылочку, где оказывается у Святослава были еще два человека, которых можно было бы отнести как брата, но почему-то Нестор это умалчивает, только где-то там другие какие-то ученые докопались, что были еще те, которые могли называться братьями, или кровные, или двоюрные, или вот близкие к родству, и вполне возможно, как это и было, как это и было, сейчас вот я закончу, и вполне возможно, как это было заведено у славян, в том случае, если у тебя княжеский титул, и если твои братья или родственники погибают, а ты становишься князем, ты берешь на воспитание их сыновей, и я не исключаю того, что Ярополк и Олег это все-таки не родные сыновья Святославу, а это приемные, которых он воспитывал, как это положено было в славянских традициях, как своих, а вот с Владимиром здесь вообще интересная ситуация, я так предполагаю, что когда Святослав все-таки очистил часть наших территорий от Хазар, и русичи, которые были на тех территориях под гнетом Хазар, они поддержали Святославу, поэтому и вот этот успех и значимый такой, он и передается, что это было, грубо говоря, восстание, которое Святослав вошел на эти земли, вот восстание русичей, оно поддержало его, поэтому Хазары не смогли удержать, там много всяких причин оговориться, мне кажется, очень простая, русичам надоело, русам надоело терпеть Хазар, и когда Святослав пришел с небольшим, в общем-то, небольшим войском по тем временам, но умелых таких людей, воинов, то русы, которые были под Хазарами, они сказали, все надоело, мы на сторону Святослава, и другие коренные народы тоже на его сторону встали, поэтому Хазарам ничего не оставалось сделать, как лапки вверх и бежать куда-то там в сторону Рима, в сторону там еще куда-то, еще куда-то так далее, вот, и по традициям, опять же, если ты уничтожаешь кого-то из знати своего противника, то ребенка-то куда-то надо пристроить, и вот поэтому Кольге была отдана малуша, и при ней был тот самый Рабич, о котором говорила Рагнеда, которая не хотела за него выходить, вот тут тогда все состоит на свои места, то есть не был он родным сыном Владимир, Святославу получается, Ярополк, Олег, это были его, ну, можно так сказать, племянники, которых он взял на спитание, и вот тогда все складывается, Святослав был воином, да, у него, как ты говоришь, могли быть женщины на стороне, это я сейчас не рассматриваю, жизнь воинов, она такая своеобразная, но нас сейчас интересует, кем был для него Владимир, кем был Ярополк, кем был Олег, и вот тогда все состоит на свои места, и по возрасту, и по канонам, и по всему остальному, по быту жизни, но никак Владимир не мог быть кровным сыном, кровным сыном Святослава, вот теперь мы продолжаем, значит, с этим фильмом разобрались, или еще что-то дополнишь? Я добавлю, Алексей, когда уже, я могу сказать, что Хвикослав, он армяк, потому что, если мы имеем дело с врагом, то есть в главном случае Хахарином, Хаговином, пусть и маленьким ребенком, мы должны, как госяк, устроим воин Хикаска, изничтожить всех врагов, включая детей, ведь Хахам, как мы их, либо уничтожаем, либо если нам Гахарские говорят, мы их куда-то вывозим, где Гараха земля, и Хвикослав, может быть, погался эмоциям, оставив врывых, взяв этого ребенка, а ребеночек потом сделал аквекочку, как всегда полагается, вот. Вполне может быть, в данном случае мы это уже не можем с тобой разобрать, потому что и так там слишком много темного, а тут еще приходится здесь гадать, без каких-то данных невозможно сделать правильный вывод. Ладно, понятно, в общем, предположение я себе высказал, ты сказал то, что думал, и что у нас получается в итоге-то по Викингу, что? То есть мы видим, сейчас я тоже закончу, сейчас закончу, мы видим что? Мы видим, что изначально летопись писалась не тем, кто очень любил древность, а тем, кому надо было выполнить заказ, написав о древности, так, как это ему заказчик трактовал, вернее, заказывал, поэтому трактовка такая. Дальше, мы видим, что каких-то прямых документов на указания реальных действий в этой летописи в общем-то нет, потому что там целые куски пропущены, и поэтому делать фильм и называть его историческим, как это было бы нам преподнесено, это уже нарушение... Нет, а в самом деле фильм нахвали правильно, их коричневский фильм. Ну, я понял тебя. Я понял тебя. Ну, суть в том, что вот в понятном смысле нам историческим как наследие какое-то, это уже был неправильный ход, и в конечном итоге люди, которые сейчас пришли смотреть его, они вот так же не поняли, а при чем здесь история, и при чем здесь вот этот вымысел, который там написан. И вот теперь, наверное, с твоей стороны подведи итог по викингу. Ну, и как по викингу? С викингом, мне кажется, бороться, бороться можно, но учитывая, сколько денег было у викингов бухано, сколько денег было отмыка на викинге, а отмыка, я как посмотрю по фильму по ляпам, по декорациям, отмыка было немало, бюджета, как и был фильм миллионов 150 рублей, якобы реальгий, а отмыли-ка все охреное, сколько у него был, миллиард шемка рублей. Почти миллиард 200 там, да. Ну да, вот 200 положили на фильм, в утрах лучше, миллиард как мыли, все в новых русских традициях, скажем так, современной России, как я считаю. и вот, мне кажется, что, вы, галхни, викинг, бойкотировать, караться, то есть, не покупать, не поощрять, пихать, могут быть, письма, петиции, я хоть и не верю в электронную демократию, как и не в электронную демократию, прошу не пугать демократию и роговости, но от пары кликов, сделав пару кликов, на компьютере, и не обеднеешь, у тебя рука не оквалится, и демократишь уйму своего времени, как и всего секунда, поэтому я призываю всех подписывать петиции, я призываю всех, кто хочет более активно участвовать, писать письма в разы вороком комитета, в разы вороком экспертам по кинематографии, по психологии, по гасилии, по педагогике, будь агадилага, чтобы они анализировали фильм и коллективно высказали, что фильм «Викинг» дерьмо, что таких фильмов нельзя показывать по телевизору, тем более детям. Моя позиция, какова ребенку самого раннего, как только на человеке интересоваться, от кого берутся дети, нужно объяснять, от кого они берутся, без всяких капуст, айрков, но объяснять когтишкой, чтобы психика ребенка была, как ему готова, а как мне кажется, кобучка, пока, в фильме «Викинг» психика ребенка не готова, это все, то, что в фильме «Викинг» пока же грабирует психику ребенка, ну, предположим, лет в 13, уже не как «Викинг» грабирует в 15, в 14, а вот те, кобу, лет по 7, по 6, даже 3 годика, там, они это все увидят, ведь «Викинг» показывали по телевизору на Первом канале, и если родители в это время не убегут от экрагов детей, у них будет психокравма, может быть, на всю жизнь, вот, мое мнение какое. Понятно. Так, теперь давай проводить аналогии с другими фильмами, которые у нас в России появляются, и вообще в славянском мире, ну, скажем так, те, которые русскоязычные, близкие к русскому языку, да, вот что про них можно сказать, какие тенденции? В площадях дальнего, ну, с тем, что, на мой взгляд, максимально легко по времени к «Викингу», я как обещаю, и фильм Хэнтони Бангарах «Коррегатский войн». Вот в фильме «Коррегатский войн» я кому все показано, хотя долгопущение очень большое, фантастическое верю, там все показано весьма правоподобно на мой вкус. То есть, быт там показан правоподобен, фантастика наложена. Компания «Варягов», да. И я вот не понимал, почему, когда арабу как гостю подносится как бы в Чанказе, где все ухо помылись, пусть там кто-то там плюнул, как-то сморкнул, а он хочет кривиться, как руки мыть, когда ему подносит чистый ковр. Да, он говорит, я уже, спасибо, я уже умылся, да. Да, я не понимал, почему он кривится, потому что мне, как северядер, знаком, не гасают воды, не гасают там, не знаю, там, ну, чистого полотенца, потому что зима у нас хоровая, вода леденеет. порой зимой бывает, ну, максимум 55-57 градусов к минусам по Цельсию в Габайкалье. И вот ничего. И как-то и баню топили мы один раз в неделю, приглашали все окрестные семьи, хоседей, побратимов приглашали. Все мылись в одной бане. Никто ничего не стеснялся, это был нас, как бы, бык, нас, как бы, нас, как бы, доброе кодице, баня, раз в неделю, в 9 дней. И как бы все хрили нормально. Да, там, было, там, мужики работали, мужики порой ходили весь день грязными, но когда они приходили, они приходили и окмывались, то есть мыли руки хотя бы, лицо, и все прощее, что не требовало бы глобальной помывки тела. Поэтому если коллегатский воин необходимо смотреть, необходимо его показывать детям, как альгоритиву викингу. Хоть и сняли его в России, и не славяне его сняли, но тем не менее хорошая такая альгоритива. Далее, потом, я хотел бы сказать о российской педемиографии. Вот чтобы уважаемые радиоходители не подумали, что я ругаю российский кинематограф припогасло хапогой, при вахаху его хапогой, как деки, идеал. Фильмы, которые лично мне любы, которые лично мне нравятся, это фильм обегаемый орхов, идеология Федора Магачка. То есть многие этот фильм ругали, да, но я не понимаю этот фильм ругали, ведь фильм гениальный, фильм смешной, фильм, не знаю, автоумный, скошкохоления хатиры, скошкохоления мировых приятелей, скошкохоления каких-то, опять же, аллюзий на современный мир, и контроля власти гвардации, контроля власти ворохонных сил, линии пропаганды и всего прочего. И фильм гениальный. Не скажу про первоисточных братьев Кругацких, потому что я его пытался читать, он мне не очень понравился, потому что Максим Камера, он негр, чёрный двухметровый негр. И я считаю, что это неправильно было делать его негром. Я, конечно, в то время не хрил, как бы, и не хрил, какова была цензура для писателей, но мне кажется, Саркругацкий, но они как-то перебарщивают. Говоря о современном интернаторе, как он толско всё делают. ходить. Они, конечно, классики, их надо уважать, но бывают какие-то моменты, что прямо нарываешься на цензуру в детском плане, скажем как, в братьях Кругацких, в их произведениях. И самое какое моё любимое, что ли, у братьев, это два произведения всего. Это «Пикник на обочине» и это «Трудно быть богом». Две книги я рекомендую, потому что они мне понравились. всё остальное их написанного имени для меня, откровенно говорю. Потом ещё один фильм. Это фильм «Вычислитель» с Евгением Мироновым и Анной Чайповской. Режиссёр Мико Регусев. Мне этот фильм нравится. Это фильм образец, но не краю, жанра как его называют «Киберпанк». Словянская февраля какому Ханжу некому. Этот фильм заставляет думать, шевелить мозгами, применять логику. Этот фильм красиво сняв с точки зрения визуальных эффектов, операторской работы, гостоверинг с точки зрения актёрской игры. И я этот фильм рекомендую. Может быть потому что я чувствую себя некоторым собрешающим к созданию этого Гмикрилий Гусев привозил это всё дело на раскол на российской инфокастике в 15-м году устраивал новый покаж. И после покажа фильма мы, то есть я и Гмикрилий, мы голы говорили. Я говорил о своём проекте Гокрина, он говорил о концепте фильма, и я понял, что в вихварном плане Гокрина и фильм они близки. И я дал Гмикрилию пару совеков, которые, как я думаю, повлияли на фильм в итоге и сделали его узким. Поэтому я рекомендую. Как-то мне хотелось бы рекомендовать фантастические фильмы кого-то Федора Богорчика Прихих очень крогательный правильный фильм с некой. И теперь я хотел бы перейти к рапогому кинематографу. Кино-обселенная Марвел и ГК DC. Если мы говорим о Марвеле, то мой любимый персонаж во всей серии фильмов это Кунингкар это Лехий Человек. То есть это человек, который делает себя сам. Несмотря на то, что Кунингкар не знаю как бы употребляет спиртным иногда, что он приводит к себе красивых девушек. Часто. Что он себя эпокарно ведет. Кунинг это позитивный пример. Это пример скорее не для нашего человека в теме или человека, который родился в условиях славянских устой, в условиях общины, в условиях ноговых премиакошений, а того, который идет к исправлению. Поэтому будь как Тоди и все будет хорошо. Кроме того, возвращаясь к Роберту Дауни, как бы бладшему, я его уважаю как тюар. Он играл в фильме, допустим, как у хорошего судья, это история о семейных премиакошениях сына адвоката в городе и отца судьи в провинции. Чему было у отца Галихина, а младший был гурак. Поехал в город адвокат хоть. И в итоге все потерял и все нашел. Ну, вообще смотрели фильм судья линейку Лесного Человека от Марвел. Перехожу далее к рапорным фильмам. Это, скажем, как расширившие вселенные люди их. Вот, если мне основные фильмы с Пагариком и Стеорком, они нравились, они были правоподобниками, идет какая-то подковерная борьба между новым мировым порядком и муканками. Муканки побеждают новый мировой порядок, новый мировой порядок побеждают муканков. Это все было интересная сняка. В этом была психология, в этом был грамотик, но крайние фильмы о людях их, где играет молодой профессор Хавье, молодой магнит, то это мне не понравилось. Фильмы, конечно, релищные, но город, город, не то, что город, как какой-нибудь Льюис Виль, а вся планета буквально разрушается в труху. И никто муканков не знает. И вот этот новый перехапуск, гальщика, их люди, их первой классики, на ленте, он противоречит, кабучка, было снято до. Просто некуда никакой логики. Но фильм Логан поставил всё на свои места. Как бы автором сценария и хори-кассёром данного фильма выступил Хьюг Хэкберн. Он канадский и автолийский актёр. Он инвестер прежде всего роли Рахамахи Логана. он играл роль Логана в протекении 18 лет и решил каким образом попрощаться с своим героем, чтобы не переснимали эту линейку Рахамахи никто и никогда. В конце фильма Логан умирает, но как он это делает? Посмотрите финал обязательно. Фильм может показаться глинным, хотя это не супергероевский боевик, а фильм иного плана восприятия. Фильм на одном уровне фильма Харьер Если кто смотрел, то человек поймёт, о чём я говорю. И скажем как в этом же фильме мы вращаемся с профессором Хавьером, с персонажем Паклика Стюарга. Стюарг человек весьма Харьер и преклонный Хлег. Ему с его закрест и он тоже легко попрощается с Хавьером и в чём мне прелесть фильма, потому что он, во-первых, правопогубер всех коров и декалей, во-вторых, в нём расмакливаются проблемы современного мира, проблемы кого-то будет беспокоить мир в будущем через 10-15 лет, проблемы генномодифицированных организмов, проблемы освещения круговой силы автоматикой, проблемы скажем как расилия транснациональной корпорации как инструментов нового мирового порядка, который не гайдёт людям нормально жить, вот, проблема отцов и детей в фильмах окрагивается, ну и проблема гуманизма, то есть не нужно быть слишком гуманным, не нужно угодяться в колерасте, если есть враг, убей его, если враг сопротивляется, убей его, но не нужно убивать попросту, не нужно убивать кого-то угарил тебя по лицу, может быть угарить в ответ, а может быть просто поговорить будет о рекваке, в ответ весь вопрос фильма, и то, как фильм окрещает, как вопрос окрещает в финале, это позитивно, это окрестно, это по-настоящему, по-славянски окрещает, и я всех агитирую, Логан не идите на Викинга, идите на Огора, вот идите, покупайте на Google Play, покупайте на iTunes, покупайте в Blu-ray, вы точно не поколеете, это правильный фильм, и если на Хрападе есть такие люди способны какие фильмы снимать, давать деньги на съемку таких фильмов, не типичный для Храпад, то Храпад для нас не потерян, вот мое мнение, но якобы я хотел бы с фильмами покончить похваление. Хорошо, хорошо, в общем, так или иначе надо включать здравомыслие и смотреть не только на картинку, не только на рекламу, которая была посвящена этому фильму, но и на то, что в этом фильме вам показывают. Показывают ли вам то, что вас делает сильнее, как русского человека, как славянина, или вас призывают к тому, чтобы вы уничтожали сами себя, уничтожали тот мир, который вас окружает, природу, мать и так далее. Показывает ли этот фильм и призывает ли он к тому, чтобы вы становились здравомыслящим человеком, чтобы вы обращали внимание на те мелочи, которые вам помогут в жизни, как русскому человеку, как славянину, или же наоборот. Вот эти факторы, на мой взгляд, основные. Просто так идти на картинку смысла нет. Картинок много в жизни, в природе их еще больше, и любоваться можно ими бесплатно, и они будут еще вам помогать созидать. А вот идти на картинку яркую, но которая будет вас разрушать, смысла нет, тем более, платя за это деньги, и этими деньгами поддерживая тех, кто это все создает. Ну что ж, будем прощаться. Что-то пожелай, наверное, нашим радиослушателям и зрителям канала это пожелание радиослушателям и зрителям всегда поддерживайте позитивное. Не поддерживайте глянь викинг, поддерживайте хорошие фильмы типа лорога. Никогда те, кто окупает прокат, если не совсем кончили, поймут, что какие фильмы, как лорог, портаются спортом, а викинг, никому их меняется как грубо снах или дегуши, и никто его не будет смотреть, никто не идет на него, а все в другую часть у весов кладут свои деньги, и когда может быть наши кинопроказчики начнут запрашивать больше нескольких фильмов, больше фильмов с позитивной моральной нагрузкой, я бы как это интересовал, голосуйте срокодила рублем, где только можете, нет билетов в кино, нету рядом генотекров, введите аккаунт на гугле, купите фильмы в гугл плей, как бы этим вы тоже голосуете рублем, там фильм в гугл ходе стоит как 50 рублей, цена смешная, цена пирожка, но как бы вы можете изменить глобальную картину, как говорили китайцы, и одно рисовое озеро может перевесить шерфу висок в определенную скорбь, не можно надеяться, что что-то сделают по теме викинга, подписание петиции хавах, берите, сами подписывайте, сами делайте, сами активизируйтесь, если у вас есть неко-время, если вам это будет не в ущерб от гахачки, делайте, и не нужно надеяться, что это сделает любой, другой, пока больше все понадеются, и в гугле никто ничего не сделает, все пощущие его проигнорируют, это не пощущие, это не плевок в лице угар погиб для всего славянского мира к фильм Викинг, я бы сказал, мое мнение каково. Хорошо, благодарю тебя, я нашим радиослушателям и зрителям напоминаю, что сегодня мы общались с Александром Токуновым, ученым, писателем, правоведом, и говорили мы на тему современное кино, вред и польза для славянского мира, если наше общение с Александром будет вам полезно, я буду от того рад. И еще, если вы считаете, что мы делаем доброе дело, помогайте в распространении этого доброго дела, потому что без вас оно само распространяться не сможет. На этом я с вами прощаюсь, с вами был Народная Славянская Радио, Алексей Орлов, Александр Токунов, до новых встреч, друзья мои, услышимся и увидимся. Руссо легкие тысячелетия Русс. Продолжение следует...